Наступила последняя игра, финал, и мы с вами узнаем, кто из этих команд заработает сегодня денежку. Не знаю, большая или небольшая, но 100 долларов. В принципе, для такого турнира я считаю, что это неплохо. То есть, есть всем известный турнир под названием StarGuarder, так там, по-моему, только за аматорку, где играют. 2000 команд платят 100 долларов. А здесь у нас зарегистрировалось около 70 или 80 команд, я точно не знаю сколько. И призовой фонд 100 долларов. Так, ну, вернемся мы к игре. В банах у нас Брумастер, Разор, Бруда, Баньша и Вайпер. И опять Борис пикает Тускар. Тускара забирает у нас Борис, плюс Винга. Тот же самый пик, который был в прошлой игре. Ну, а братва Нурико, их мы уже с вами тоже видели. Берут Джекира и Пака. Берут двух летающих. В бан отправляют ВК и Ассайсинку. Ну, видимо, видели через что играют. Но я думаю, Борису это не помешает. Не помешает в их стратегии. То есть, все равно будет Туск плюс Винга бегать, убивать линии. Ну, а остальные три героя будут, соответственно, фармить. Так, ну, братва забирает Фуриона. Три рейндж героя. И, возможно, это все идет к тому, что будет пикнута Тракса. Хотя, Тракса тут так себе заезжает все-таки. Два таких мощных нюкера. Которые Тракса будут убивать. Эмбер Спирита забирает. И братва Нурико берут такого героя в виде, как Андайинга. Так, ну что же, получается. Получается, что, скорее всего, братва Нурико будет пушить. То есть, будет ставиться Тамбат за Тауэр. Джекера через Ликвид Файр будет поджигать башенки. Ну, а Фурион через своих пеньков будет танковать. Так, ну, будет ли план Б? Будет ли план Б в виде какого-то фармящего героя. Либо же доберут... Ну, я не знаю, пугнул. Пугнул давно, я уже не видел. Пугнул, наверное, не будет брать. Бэнша в бане. Ну, может быть, доберут кого-то, кто будет пушить. Либо же доберут план Б на всякий случай, если вдруг пуш не задастся. Ну, а Борис забирает Тайдхантера. Да, мощный, конечно, опять у них получается магический раскаст. В виде Тайдхантера, Туска и Винги. Ну, и братва Нурико решили забанить Гирокоптера. В принципе, хорошо он здесь заходил. Вот, братва Нурико добирает героя, Вичдоктора, который будет помогать пушить. Не ожидал я увидеть в финале... Не ожидал я увидеть в финале... Вичдоктор, о, пуш. То есть, я думал, все-таки будут какие-то драки у нас. А братва Нурико решили по-быстрому закончить. Ну, и в принципе, если у них получится это сделать, минут так за 25 хотя бы снести одну линию, то, я думаю, Борисы могут смело писать Good Game Well Played. Так, ну, кто же там только что подключился? Напоминаю, что это X-Mas Cup от GSL Лиги. Это у нас первый кап. Всего у нас их будет 8. Ну, и потом будет такой большой турнир с большим призовым фондом в 3200 долларов. Так что, как-то так. Регистрируйтесь, участвуйте. Если вы считаете, что на стриме были одни бомжи, и вы играете намного лучше, то докажите. Докажите это на следующих турнирах. Покажите свой скилл и заработайте денег. Потом придете и скажете, мама, мама, я не зря сижу возле компа. И вот мои заработанные деньги. Ну, собственно, остается последний пик. Кто же это будет? Но нужен, получается, фармила. Туск Винга Саппорт и Эмбер Спирит отправится в мид. Тайтхантер будет у нас в хорду. И Мипо! Мипо забирает Борис. Борис прям вообще... Прошу прощения, Борис прям вообще радует своими пиками. Так, и неужели Мипо будет стоять в миде, а Эмбер Спирит будет фармящим? Судя по всему, так оно и будет. Ну, посмотрим, как заедет у нас Мипо. Посмотрим, как у нас... Вообще будет расстановка линий и, судя по всему, Джекира, Андайнг и Вич Доктор. Хотя нет. Дабла будет в виде Андайнга и Джекира. На топе. Причем... Вич Доктор, видимо, на фулл закупился. Потому что и у Андайнга много хилок. Плюс щиток и у ТХД есть. Ринкл Фротекшн плюс Аджор. Так, в Смоках. Выход. Будут ждать. Поджидать будут Вич Доктора. Поставили в артвит его. Вышли со Смоков. Полетели. В Сноубол. Вич Доктор. Здравствуйте. Ну и здесь ФБ достается команде Борис. Браво. В очередной раз Туск. Таск. Тускар. Делает ФБ. За ёлочками спрятались. Стояли в Смоках. Поставили сюда в арт. Ну и здесь. По Вижну пробежал. И просто заехали и убили. Так, пенёк бежит. Ещё и пенька можно забрать. Есть у них на это. 12 секунд. Прочекал Рошана. Но пенька здесь не убить. Сейчас ещё ищетный пенёчек. Ну чисто посмотри какая руна. Монетка, кстати, успела. Винга убить рун. Убить пенька. Дополнительное золото. Дополнительное экспо. Всегда приятно. Так. Ну. Добавление у нас будет. Фурион. ВД в миде пак будет стоять против Эмбер Спирита. Так. Ну. Видимо фармящий будет Мипа. Да. Немного я ошибся. Сказав, что Мипа будет в миде. Так. Ну а на топе. Добра в виде ТХД и Андайинга. Два таких проток персонажа. Убивать их тяжело будет. Причём, судя по всему, фармить будет ТХД. То есть Андайинг пикнут, чтобы отгонять. Андайинг будет дикейми раскидывать. Соответственно, будет лишать силы. Ну а ТХД будет спокойно себе фармить. Будет выфармить трампфилы, ветра. Ну и всё по стандартам. Ну разве что. Такой пуш стратегии можно было бы задуматься о покупке негров. Так, снизу у нас Тайтхантер стоит против Фурриона и Вичдоктора. Ну. В принципе, могут его убить. Если как-то неудачно подставиться. То есть Фуррион может постоянно его разменивать. То есть вот он подходит. Давайте ему пару тычек. Ну и потом через сказки его убивать. Вот, купил он себе орбов ведом. Так, в миде у нас что? В миде у нас стоит пак. Пак 7-2, Эмбер Спирит 4 на 0. Ну. Конечно, паку попроще стоится. Может он погонять Эмбера. Ну и плюс он рейнджевой. По идее Эмбер Спирит не убьёт пака. А вот пак Эмбера может. Так, пропускаю я как. Так, снизу у нас сделали килл. Ну ладно, хоть не ФБ. Ну и достаётся он в очередной раз Туску. Пришли с Вингой и загангали Изи-Килл. Ещё и монетка для саппортов. Кому отдадут? Отдадут, судя по всему, Винге. Да. Решили, что Винге второй важнее, чем Тускару. Но на мой взгляд, всё-таки вот этот вот Ice Charge, Чартс, он намного-намного полезнее, нежели чем Wave от Винги. Так, и возможно будет дальше убивать Фуриона. Фурион с ботинком. Тут Таддхантер с ботинком, да, и Туску также с ботинком. Единственное, что Эмэса бы не помешала Винге. Винге. Мипа. Мипа на позиции, привёл он одного. И будет сейчас ганг. Будут влетать на Фуриона. Пингуют. Ну и сейчас четвером здесь окажется. Спалил пинком, и теперь надо уносить. Так, на топе в этот момент. Хотя нет, я решил, что зацепили у нас Мипоса, но Мипос выбирает грамотную позицию. Счёт 0-2. Так, в миде разменивается у нас ХП пак с Эмбер Спиритом. Эмбер под щитком, Эмбер жжёт. Но пак его всё равно не боится. Ну и идёт стадия фарма. Так, влетает у нас на Фуриона. Фурион немного подставился, но Фурион здесь уже никуда не денется. Летит сюда зомбик. Очень долго же Фурион ставится тамба. Надо кидать Дикей, Дикей. Нет, у маны на Дикей. Сейчас отбивается. Ну, убивает туск зомбиков. Полетели у нас. Хотя нет, каски не полетели. Просто отхиливаются. Надо было ждать маны на каске. Отхиливается у нас. Отпивался Вич-Доктор. Сбили ему. Кварити. Ну и в итоге никого в ответной не удалось убить. Ну, пока что Борис. Не остановим. Если что, Борис это вся команда. А не кто-то единственный из них. Ну, вот этот вот герой просто нереальную грязь на карте делает. И надо больше Вижена. Да, видели, что здесь стоит мипа и понимали, что на Фуриона сейчас будет ганг. Не успел. Он дайнг так бы, возможно, забрали двоих. Ну и плюс маны не хватало на Дикей. Ну и плюс Вич-Доктор, заместо того, чтобы подождать, когда у него появятся каски, решил потратить ману на хил. Так, на топе у нас убивает Джекира. Ну, как-то немного не договорились, будем убивать или нет. Отличные паунсы и Джекира спокойно выживает. Но это все потому, что... Один пошел убивать, другой не пошел. Тут либо идем, либо не идем. Так, Миди у нас цепляет Эмбер Спирита и... Огненный... Дух погибает. Ну вот, наконец-то. Разбили счет у нас. Братва. Ну и счет становится 1-3. Кстати, по графикам ведут у нас... Братва Нурико. Немного, но ведут. На топе ТХД. Купил он себе два кольца. Одно сделал... Базилу, другое сделает Транквиво. Ну, в принципе... Рабочая схема. Ничеток же покупать. Так, ну вот, Вич Доктор. В Вич Доктора нет ботинка, зато купил себе телепорт. Ну... Дают ему сейчас фармить. То есть, покинули его снизу. Фурион отправляется в леса. А в лесах-то нет никого. Либо же уже зафармили. Плюс по Вижену бегают. Должны понимать, что здесь нет пула, здесь нет пула. И это единственный вард только здесь. Неужели не догадывается? Прямо на вардах стоит. Я слышал, там чейнзы были прожаты. Видимо, на энтов, чтобы те руны никак не убили. Очень битый Тускар уходит. Ну... Так просто его не взять. Эмбер Спирит. Шестой уровень. Хочет кого-то убить. Хочет убить Вич Доктора. В этот момент на топе Винга. Заходит в спину от Дайнг. Ставится тамба, но ТХД никуда не пошел. ТХД. Прилетел Фурион. Есть телепорт. Нету Винги. Телепорта нет. Но Винга здесь уже никуда не денется. Тауэр забирает. Винга погибает. В этот момент снизу у нас убили Вич Доктора все-таки. Ну и размен один в один. Плюс Тауэр. Все-таки в пользу. Братвы. Кстати, в прошлый раз Нурик играл на Тераблэйде. И вся игра строилась вокруг него. В этот раз Нурик стоит в миде. Что-то в финале ему не доверили играть первую роль. Ну это хорошо, кстати, когда игроки меняются. Когда они только стоят на своих фармилах. Они не только стоят в миде, а могут спокойно поменяться. И пойти как это требуется от пика. Ну и решили забрать Тауэр в миде. Снизу зомбик должен дефить. А в миде Эмбер Спирит вряд ли задефит. Через Ликвид Фаер Тауэр падает на Ура. Так, Тед Хантер юзает ТП Аут. Летит Фурион. Сейчас запрет. Есть Сноубоу. Прячется. Сейчас поедет. Снежок. Приехал, но... Попытался закрыть здесь зомбика, но... Дотягивает свою смерть, конечно. Сейчас будут спроты очередные. И... Туск погибает. 3-4 счет становится. Браво. Браво, братва. Хорошо себя показывает. Хорошо играет. Вроде бы взяли... Пушгейм. Должны ломать товара. Получается так, что... Они еще и попутно героев убивают. Так. Нет, не Даггер. Я думал, Даггер летит, а? Там просто... ПТшку, видимо, недавно купил. Так. Сейчас Арканы всем дадут. Ну и... Можно смело идти дальше. Тед Хантер здесь седьмого. Да, Тед Хантер. Есть Нью-Равейдж. Но оттягивают они к Глифам. Пуш. Но можно смело идти дальше. Здесь... Туск четвертого уровня. Эмбр. Спирит восьмого. У Эмбра еще ничего нету. Так что... Надо идти. Вич-Доктор сейчас будет включать хил. Крифов очень много. Просто идет вперед. Дает отличнейший Равейдж. По троим. Ну и сейчас посыпется у нас братва. Ну и Рика убивает очень быстро Пака. Убивает также еще и Зомбика. Ну браво. Браво Тед Хантер. Который просто шел и нажал одну кнопку. ТХД. Надо было прожимать Теп Аут. Но... Уже будет поздно. Ставит Айспад. В него прилетает Гаш. Фурион понимает, что здесь уже... Хотя нет. Не улетает. Приходит еще и Мипа. Мипа пола Ганима есть. Ну Джекира здесь не уходит. Фурион на развороте решил убить Вингу. Кидает спроты. Здесь уже подтягивается Зомбик, Зомбик и Теп Аута. Ну Вингу надо удать тычку. Да, убивает Вингу. Ну хоть кого-то удалось забрать. Пока нет Равейджа. Братва Норика должны идти дальше. Все из-за того, что... Тайд Хантер просто шел. 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 Так. Мип погибает. Убили еще и Мипа через Дримскуэл. И Ульфурион. Вот. Шел. 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 Увидел врагов. Прожал кнопку и... Чуть-чуть, кстати, еще и ДТХД не достал. Как-то вот так вот было. Если бы еще ДТХД достал, тогда бы... Возможно бы и Винга даже не погибла. Так. Ну и... Развели вроде как на Равейдж. Развели тем, что в четвером погибли. И идут дальше. А почему нет? Что ждать? Тут Мекку собирает зомбик. О, Некра кто не делает? Нет, пока что Некра никто не делает. Все-таки у... Джекир это скорее всего будет... Ветра. Фурион делает арт-щит. Так, забрали Т2 и идут дальше. Что им здесь может помешать? Здесь им может помешать через 40 секунд Тайт Хантер. Ну, Эмбер Спирит вас пушит. Почему не вкачать на разок фисты хотя бы? Да, фисты здесь... Надо бы уже даже замоксить. Ну, не замоксить, ладно, на 2. Хотя бы взять. В итоге драться нечем. Падает Т3 Тауэр. Надо закрывать проход хоть как-то. Ну, Тауэр упал. Сейчас еще поплеваться. В рейндж барак. Мипа. Мипа. Где твои братья? Прилетает. Ну, все, еще полагонима. Точнее, даже чуть меньше. Но ничего нового у Мипа не появляется. Так. Ну, в рейндж барак здесь должен падать. Хотя 3 секунды. Тейтхантер. Залетает сноуболи. И ровейдж. Отличнейший ровейдж. Опять. Ну, Пак все еще живет. Пак выдает рассказ. Пак умирает. Также погибает и Вич Доктор. Ну, вот он. Диос Вард. Диос Вард. Перед смертью. Сбивает. Сбить Диос Вард. Мипа. Просто сеточку кинул. Ну, и размен пока что в пользу команды. Братвы Нурико. Тейтхантер. Сбивает ему телепорт. Тейтхантер уже никуда не денется. Хотя очень плотный персонаж, конечно. Режет дэмэдж. Но Тейтхантер погибает. Хоть все еще живет очень жирный. Очень броневой. Просто некому наносить дэмэдж. Тут Винга умерла. Понизила дэмэдж. То есть тут на 12%. И плюс Тейтхантер 50%. Просто 60% резерст дэмэджа. Плюс его Кракеншелл. Его никто не мог пробить. Ну, рейнджбарак упал. Что хотели, то сделали. И плюс нет ревейджа. То есть если сейчас собраться, можно пушить Т2. Мипа бегает. Мипа фармит. Мипа хочет Аганим. Пока что пик Мипа себя не оправдывает. Причем Мипа как фармящий. У него все еще нет Аганима. Ну, хотя минута всего 13. На 13 минуте упали и рейнджбараки. Я думаю, братва Норика что хотели, они то и сделали. Увидеть бы первую пачку некров хотя бы. Но, судя по всему, никто не будет их делать. Мека появляется у Андаинга. Фрюон есть артщит. Фрюон может хотя бы сейчас затыкать Эмбр Спирита. Пак. Пака даггера еще нет. Хотя на 13 минуте можно было уже и прикупить. Все-таки столько товаров упало. Хотя Пак ни одного кива не сделал. Счет 9-10. Если БН будут ждать, они уже почти дождались Равейджа, то им тяжело будет идти. Им тяжело будет заходить на ХГ. Да. Ну, Тауэр здесь упадет. Снизу Фрюон пришел. Видит Эмбр Спирита. Хотел спалить его через пруты. Пока висел Саленс. Он попытался его найти, но как только артщит спал, Эмбр Спирит улетел. Но сейчас надо дождаться Фрюона. 15 секунд к ДТП. Ну, если будут цеплять, так. Полетели такие более шугающие скиллы. В этот момент на топе Мипа хочется заформить Аганим. 500 золота ему не хватает. Нашел тут стаки и... Видимо, ждут. Ждут именно того момента, когда у Мипа появится Аганим. Тауэр снесли. Даггер должен лететь в паку. 30 секунд. Еще и инвиз будет. С инвизом можно нереально жесткую комбинацию провернуть. То есть, найти, скажем, Тайда, просто его засаленсить, либо же найти Эмбр Спирита и минусануть его. Так вот, если бы на тот момент, когда заходила вот эта вся гапша в виде крипов, пиньков и героев, был бы хотя бы прокачан Фист на два раза, можно было бы даже попытаться чем-то это и отпушивать. Но, к сожалению, не вкачал. Ну, может быть, правильно, может быть, нет. Так, Мипа с Аганимом. Мипа Тир 4. Ну, надо принимать. Нельзя просто так отдавать свои товара. Если вы отдадите сейчас Т2, то вы также можете смело отдавать и Т3. Надо что-то придумывать. Надо заходить со спины, надо фокусировать Твич Доктора и Пака. Тогда, возможно, что-то и должно будет получаться. Эмбр Спирит. Что же будет собирать? Будет ли это БФ? БФ тут просто необходимому. Чтобы отпушивать БФ, ему нужно... Так, летит Пак, летит Суачу ТХД, цепляет тембр Спирита через Сава. Сейчас будет висеть Арчи. Тримсколу надо вставить, хотя нет, и без Тримскола убивает. Отличная работа. Залетел в спину Фурион. Тут на двух телепортах приметили Пак с ТХД. Ну и через два Сава убили. Пак тут чуть-чуть не допрыгнул. И на Рошана идут. Появилась медалька у Винги. Ну, промежуточные артефакты начинают появляться. У Тускора почти есть. Барабаны. Хоть что-то, но есть. И бегу драться. Да, в узком пространстве, конечно, Борис должен побеждать. Есть Туск, есть Мипа, есть Равейдж. Зачем вам этот Рошан? Просто идите и бейте Бараки. А Егис тут никому не нужно. Если вы умрете в пятером, то кто бы не воскрес после Егиса, он все равно отправится в таверну. Так, Смакак заходит, Равейдж, отличный Равейдж, но надо убивать, минус Андайк, он ничего не успел сделать, сейчас также надо убить еще и Фуриона. Ой, Фурион очень долго жил, успел повезти Арчит, но тут уже ничего не могут сделать команда Бен, зря они просто начали драться на Рошане. Минус 3 они теряют, по-моему, там еще и Байбэк был от Андайка, пришел Андайк, еще и Андайк сейчас погибнет. Андайк должен убивать хоть кого-то, зомбики грызут, но Энчер Смэш и минус все зомбики еще чейнцами подцепили зомбака, но зомбик есть же Мека, есть Арканы. Да, зомбик здесь чуть-чуть не доиграл, еще и, по-моему, был у него шанс убить Эмбер Спирита, но почему-то не дал урон. Ну и это вот этот момент, после которого вот этот пуш-трата перестанет работать. Сейчас отдадут Аегис, сейчас прилетит еще и Эмбер Спирит, ну по одному, ну что здесь сделал Вич-доктор? Вич-доктор кидает каски, прилетел Фурион, кинул ульту, ну надо хоть кого-то убить. Так, прилетает Эмбер Спирит, но тут уже на месте пак-пак, где ее торчит, ой, да и Сало не умирает, пак просто на ровном месте, пак погиб, так же погиб еще и Фурион, погибает ТХД и все. Вразменно до Мипа. Ну, сейчас придет зомбик и Сало так же погибет. Почему нельзя было дождаться зомбака с Мекой с Тамбой и прийти и убить всех? Ой-ой-ой, тут Туск чуть... Да, Туск отдается его Тайтхантера, но браво. Хорошая работа, просто перекрыл и еще и не выпустили его. Сдался вам этот Рошан? Зачем вам? Кому Аегис? Просто идите и все, и деритесь. Ревейдж потратили, идете второй раз и все, и сносите второй рейндж враг. Выйте... Выйте делать вам нечего. 19-ая минута, счет 14-19. Да, просто упорно долбится об этого камнеголового пацана. Ну и на Рошпить. На Рошпить они сейчас опять погибнут. Полетели сетки, поймали зомбака, надо ставить Тамбу. На Снежке прилетает, но здесь Туск, но судя по всему Туск здесь сам погибнет. Да, минус Туск. Тамба стоит. Тамба на ХГ, очень хорошая тамба, влетает Мипа, но Мипа горит, надо убивать здесь Мипа. Мипа кидать Айспад. Там Равэйдж проюзали, драка на несколько фронтов разделилась. Здесь убивает Мипа, там просто Эмбер Спирит дерется со всеми. Но убейте у этого 1-2-3. Убивает 1-2-3. Пока что размен в пользу команды братвы Нуриков. И они опять хотят драться с Рошаном. Нет у вас дэмэджа физического, чтобы убить его. Вы будете бить очень и очень долго. Идите и сносите бараки. Идем. Ставим Тамбу. Поджигаем Ликвид Фаером. В этот момент снизу крипы заходят и бьют барак. Вот. Пока дрались возле Рошана, тут 300 хп потерял барак. Если бы, скажем, драка происходила на топе, то же самое можно было их затягивать. Они бы также шли в вас и врывались. И снизу, возможно, в скором времени барак бы и упал. Но, ребята, убор найдут на Рошана. Но это все-таки на руку. Команде Борис. Тут по рефрешу уже почти собрал Тайтхантер. Купил он себе блин и став. Ну, падает Рошан. Винга поставил в арт. Отличный, кстати, перекрыл здесь у нас Туск. И Рошан все еще живет, горит здесь у нас. Эмбер Спирит, аегис своровал. Еще и духа успел отправить. Ну, браво, браво, просто отличная работа. От Тускара влетает здесь у нас Мипа, Дримской по двоим, ТХД влетает в ветрах, пока что убили одного Фуриона, но, судя по всему, здесь погибнет еще и ТХД, да, ТХД погибает, Десвар моментально свапает Винга, но Винга погибает, убивает Мипа, размен 3 в 2, но сбили аегис. Ну, и сейчас погибнет Вич Доктор, Пак, судя по всему, выживает, да. Пак отпускать не хотят, но Пак мансит, есть даггер, не успевает нажимать даггера вот, и Пак погибает. 5 в 2. Зачем нужен был вам этот Рошан? Отличная работа от Тускара, который здесь кинул, вот так вот перекрыл, никому не дал зайти, какой-то цикл получился, залетел свой Амбер Спирит и сворвал аегис. Рошан, я, к сожалению, не видел, кому достался. Да, БКБ, конечно, на Амбер, это очень круто. Надо идти и пушить линию. Я не знаю, неужели они думали, что Бориски им дадут просто так Рошана. Они там 2 или 3 раза ходили, 2 или 3 раза погибали и продолжали идти на верную смерть. МИПа 17. Да, конечно, по графикам Экспа, ну, 2500 выиграет Бориски. По опыту 12000. Но это все равно за счет МИПа. Борис выигрывает по опыту за счет МИПа. Так, здесь у нас Пак. Ну и стоит отметить такую героическую смерть Винги, которая просто с лапом спасла свою команду, сбила Десвард. Так, здесь у нас поймали Вич Доктора, Дримс Койл, в одного Тускора, прячется Пак, в Шифт, улетает. Тут подцепили у нас Эмбер Спирит, но Эмбер Спирит с БКБ убегает. Тайд Хантер. Нельзя таких отпускать. Надо просто сейчас идти и давить на ХГ. Нету Равейджа и без Равейджа Борис ничего не сделает. Убивает в этот момент Пака. Ну, два типа аута, но судя по всему еще и МИПа. По гимме, да. Тут прилетает Фурион, Фурион минус. Андайк убивает МИПа и надо идти. Идти по МИДу. Идти по МИДу и сносить Бораки. Нету Равейджа. Без Равейджа можно попытаться что-то сделать. Фурион прилетает. Но это их шанс. Полетели всякие касты, пытаются задефить. Не дают Крепам зайти. И очень быстро убиваетесь. Пытаются убить ТХД. Витра спасает. Надо давать рассказ от ТХД. Сноубоу влетает. Но пока что никто не умирает. Очень много дэмэджа выписывает сильно. Но никто не умирает. Умирает одна ТХД. Умирает Винга. Сейчас также покинет еще и Тускар. Ой-ой-ой. Эмбер Спирит распрыгивается. Почти убивает Вич Доктора. Влетает просто на всех духов у нас. Эмбер Спирит убивает Вич Доктора. Туск байбэгнулся и гонится. Вот они, Мипа. Убивает Андаинга. Минус Андаинг. Паку лучше не появляться. Ну и два живых. Просто нереальная какая-то битва. Одни дефятся, другие нападают все время. И главная ошибка это все-таки был вот этот Рошан и пару Тимвайпов снизу. Все труднее и труднее заходить на ХГ. У Эмбер Спирита скоро появится БФ и с БФ он будет бить уже больно. Так, цепляет на топе Эмбер Спирита БКБ прожимает и пытается поражать ТП-аут. Да, хватает ХП чтобы выжить. Еще и БКБ кстати даже не закончилось. Но Мипа за это наказывает. Мипа с Даггером Мипа делает Дабл Килл. Просто дождался когда не будет у них кастов и убивает. 26-ая минута у нас идет счет 22-32. Что-то мне подсказывает что Борис здесь все-таки одержит победу. Сила Зомбика с каждой минутой все слабее и слабее. Вич Доктор в принципе тоже все слабее и слабее. Дес Варт выйти в принципе он всегда один тот же дэмэдж наносит за счет этого в выйти он становится не таким жестким. Ну единственное кто здесь может что-то сказать так это Фурион. Но что он скажет против Мипа? Мипа сейчас сделает себе Хекс Мипа потом сделает Скади Мипа будет 3000 ХП он влетает убивает. Пришел Пак Пак потратил Арбу Ну и сейчас можно попытаться его зацепить. Неужели видели его там? Да возможно Арбой спалили и Пак держится аккуратней. Да Товыров конечно у сил света мало упало. Всего лишь один. А по золоту ведут Борис 5000 при этом потеряв 7 Товыров 7 Товыров то 7000 они отдали. Просто один Рошан в который упорно шли и убивались братва Нурико решил скотт матча. Ну да еще не все потеряно шансы есть всегда. Но что ты сделаешь в лейте против Эмбир Спирита и Мипа? Пак собирает все ветра а у Тайда в этот момент появляется вот он самый нужный артефакт для него. Ну после даггера конечно. Все Тайду в принципе ничего не надо. Тайд свою миссию выполнил. Залетаем прожимаем даггер рвейдж 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 ну и добиваем всех кто выжил. Паку надо как-то все-таки контрить Тайда давать него саленс иначе же просто вся команда погибнет. Причем надо давать саленс и не бить Тайда. Как-то так держать его постепенно все время в саленсе в дизейблах но при этом дэмэджи ему не наносить. Тогда шанс есть. Маленький но есть. Нет еще у Вич Доктора Аганима с Аганима конечно бы ВД был бы пополезней. Но это и понятно все-таки когда вард бьет с отскоком это намного лучше. Нежели когда он бьет без отскоков. Да сейчас на 16 он будет бить с одним но это все-таки все равно не то. С четырьмя намного лучше. Пак приобретает все ветра почему в такой пуш стратегии никто не собирает себе некрофосов. Если бы тут БД сделал бы некро 1 ондайн ну ладно ондайн к меку сделал это хорошо. Фурион бы уже давно с некро 3 бегал ТХД бы с некро 3 бегал Пак там с некро 1 2 просто прожимали бы своих покемонов нажимали бы на Тауэр и бараки бы падали. Тайд пришел на топ деф посмотрел на все это и хотя нет пошел деф анчер смеш и сейчас еще под фармит Пак улетает вниз они понимают что снизу нету Тайт Хантера и надо цеплять цепляй здесь Эмбер Спирита через ветра но надо прожимать БКБ и Типа подцепили на Айс Пад очень много дэмэджа вписывает по Эмбер Спириту Манцы на Ремнат улетает под БКБ на БКБ заканчивается но решили подцепить Туск Туск прожалует ТП отлично Айс Пад сбивает ТП но единственное кто здесь все таки погибнет так это Туск ну спрятался он в свой снежок летит на Джекира застаню и сейчас надо пытаться убежать ну куда ты денешься апперкот ну полетал Фурион такой предсмертный удар был ну все равно погиб ну собственно 23 32 счет 5000 в пользу Борис а по опыту чуть больше 15000 вот он вот он шипстик и теперь Мипа просто в соло будет убивать Пака и причем ждет Мипа прекрасно понимает что линия пушится и кто-то придет дефить и это кто-то окажется Паком Пак прожал арбу Пак прожал даггер сейчас залетит Мипа ну и все зато теперь поступила информация что у Мипа есть Хекс все-таки Пак немного поторопился потратив два своих скива на уход ну хотя я думаю если бы он там ничего не прожал он бы все равно погиб все-таки информация о шипстике поступила именно в тот момент когда Пак погибал так ну и вот Мипа начинает действовать так рвэйдж ванда вандаинга ну неужели пойду дальше надо надо было цеплять кому-то я вначале даже подумал что просто рвэйдж в крипов решил пожать влетает мипа за хекс убивает андаинга хотя андаинг все-таки живет прожимает меку почему не прожимает тамбу почему не жмет стики ну хил дикей это же сила зомбака чем быстрее ты жмешь кнопки тем дольше ты живешь здесь у нас влетает на Вичдоктора ну и минус Вичдоктор ТХД подсил Вичдоктор каски летают Вичдоктор хилится ой какие же неприятные каски Вичдоктор еще и выживает ну браво ТХД который подсил анстап оба уже у мипа ну килинг спри даже мипа погибает убили неудержимого ну через 60 секунд мипа появится на самом деле БН просто тянут время шансов на победу у них здесь 1 из 100 и то этот шанс если Борис у Борисов кто-то вылетит причем вылетит мипа травила у мипа мипа сейчас будет нереально мобильным он может быть здесь может быть здесь 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 то есть его здесь уже никто не удержит да его сейчас конечно убили но все из-за того что у мипа нету артефактов в сути по сути нет артефактов которые бы ему добавляли хп единственные артефакты это только аганим и у мипа 25 уровень но сейчас графики по хп должны уже немного остановиться то есть здесь включить статистику так вот по героям 25 следующий преследователь это 18 это конечно печально для Бен но все же причем следующий преследователь по хп по уровню это его союзники 18 17 здесь все 16 выкуп есть у эмбер спирита есть у венги ну для бориса это хороший знак как с его фармит эмбер спирит стоит здесь на хг то есть даже если он кого-то увидит он улетит на ремнанта мипо мипо в засаде возможно увидели да увидели профлинговали и будет ли цеплять да пингует что он там стоит цепляет вижен ну и надо убивать мипос мипос убегает сжигает деревья сало и через каски убивает паку достается фраг ну убил просто случайность пролетела арба тут мипо стоял и увидел под самый конец увидел смолк приобретает вд вд появляется аганим кстати ввд не так все плохо с экспой то есть в принципе вроде как саппорт а у его тиммейтов точно так же по во тут бывает тузка бкб появляется у фуриона 6 секунд а даже давно уже не было не заметил я уже даже пару раз прожимал точнее один раз так ну судя по всему решили зайти на хг но мипа не будет 10 секунд мипа воскреснет мипа накажет а еще может наказать эмбер спирит так нужен дополнительный контроль нужен хекс хекс на паке хекс на фурионе иначе эмбер спирта не взять бкб то есть если на него кинут торчит он прожмет бкб а вот за хекс его можно попытаться убить сфокусировать и он довольно таки быстро должен умирать все таки на выживаемость у него всего 7 брони на такой минуте это очень мало ну и 1700 кп соответственно это тоже такой себе показатель так ну рошана забирают рошан падает очень быстро и аеги создает мипа ну и правильно мипа один раз можно убить а второй раз уже будет тяжело убивать если конечно же мипа будет ходить со своей командой ну в частности хотя бы с ревейджем ну и пошли забирать товара так джекира айспа откинул ну играл со смертью на самом деле тут и венга есть и эмбер спирит но хорошо что все так хорошо закончилось для джекира успел дагера отражать ну а борис пошли забирать свои товара которые они оставляли на потом один мипа улетел дефит топ если вдруг фурион продолжит свою пакость ну а остальные пушат линию так пойдут ли дальше на самом деле есть конечно шанс если приюзать смоук хотя нет это бейбек тоже бейбек ладно шансов очень мало я все еще по прежнему уверен что борис борис здесь победит вот смоук и будет пытаться кого-то убить кто это будет эмбер спирита им не взять просто прожмят бкб и выживет так курьер спалили со смоков и эмбер спирит просто по хп сносит ревэдж отличнейший ревэдж пацан находится у нас тайтхантер минус тайтхантер вич доктор очень много дэмэджа выписывал но все равно через чейнсы привязали вич докторы но мипа пришел мипа разобрался убивает мипа двоих также еще вич докторы убьют да конечно вич доктор здесь много урона донес через вард но вот эти вот чейнсы которые непонятно как его привязали да вот пигут что я стоял там меня чейнсы не привязало так не должно было быть но все таки повезло немного если бы чейнсы не привязали тогда бы совершенно другой был бы расклад тогда бы ни одного тайтхантера убили мипа даже хотя мипа в драке не было мипа пришел после всего мипа всех убил мипа 5300 давай скади скади тараска и все одним прилетел одним тпш но все другим вернулся все фуловые просто хороший контроль так тауэр падает венга хоть код свап но венга не 16 все таки свап не настолько длинный так тхд айспад надо класть было макропир макропира ну так саленс на мипа мипа эггис не стоит это забывать под свинкой находится анданик если анданик ничего не сделает анданик прожимает меку но этого мало вич доктор со спины подошел одного минуса но это минус всего лишь венги фурион фурион сбивает айгис надо еще убить и туск туск еще один удар но возможно умрет через арт щит еще один удар но мипа мипа сэйвит тим вайп ну и гг поздравляем мы борис с победой зарабатывают они не только 100 долларов но и респект и уважение ну а также им дается шанс поучаствовать на кубки с призовым фондом в 3200 долларов так ну что ж дорогие друзья на сегодня все это был у нас финал для вас комментировал фант большое спасибо гсу лиги то спасибо